Итак, всем снова здарова, с вами Фрикстер, и сегодня бы я хотел сделать гайд на то, как нужно настраивать мир, или просто рассказать о настройках мира Don't Start, для того, чтобы вам было либо легче играть, либо наоборот, вы хотели бы усложнить свое выживание. Также расскажу настройки для тех, кому в мире скучно зачастую, там, доживают до сотого-двухсотого дня, и дальше уже неинтересно, и просто удаляют мир. То есть, ну и давайте приступим. Как только вы начинаете новую игру, вы можете сразу зайти в настройку мира, это, конечно, если у вас нет дополнений, но я, как бы, начну сразу рассказывать с дополнением, по очереди пойдем с Арсенгендов, потом Кораблекрушения, Ну, а там, в принципе, такие же настройки есть и в обычном мире. Ну, и давайте включим Царство Гигантов, и давайте посмотрим на настройки. Итак, первая настройка у нас размер мира. Ну, тут, в принципе, все понятно, размер мира увеличивается, то есть, биомы становятся больше, есть размашистость по базе, смотря, опять же, какие у вас предпочтения, любите вы компактную делать базу, или огромную, допустим, с пространством. Я рекомендую тем, ну, заядлым игрокам, которые выживают больше, чем, там, 200-300 дней, то вам я рекомендую поставить на средний. На большой и очень большой я не рекомендую ставить никому, потому что, может быть, в дальнейшем это хорошо, но в самом начале мир большой, и по нему бегать долго, то есть, вы где-то к 15-20 дню находите место для базы, нужное вам, зачастую так бывает, так что рекомендую ставить на средний в каком-то плане. Так, ну что ж, переходим дальше, дальше у нас дробность суши. Дробность суши, что это такое? То есть, все знают, как выглядят олени-рога и как выглядят лоси-рога. То есть, чем меньше дробность суши, это как... вас карта, как лоси-рог, то есть, больше, как бы, территории без краев мира. А если дробность суши увеличена, то, как бы, очень много разветвлений. То есть, каждый биом идет как ответвление от основной, от основного мира. То есть, дробность суши на больше я не рекомендую ставить, так как бы, будете очень много бегать, чтобы попасть в другой биом. Рекомендую ставить просто на меньше, чтобы мир был более-менее круглым, так сказать. И чтобы вы могли попасть в любую точку, как бы, не испытывая сложности с переходами. Так, что ж, погнали дальше. Цикличные суши. Цикличные суши, что это такое? То есть, это как, допустим, как сказать, полумесяц. То есть, не, не полумесяц. Просто, как, знаете, как сказать, как луна в DreamWorks, когда начинается эта заставочка. Что-то вроде этого. То есть, вы от одного края мира, чтобы попасть в другой край мира, пройдете очень большое расстояние, допустим, вот такое. И только потом окажетесь в этом краю мира. То есть, если вы не хотите этого, если вы хотите просто цельный мир, просто более округлый, то вы можете поставить никогда. Если же вы хотите навсегда цикличные суши, то вам придется попотеть, допустим, с перемещения из одного биома в другой. То есть, как-то так. Так, дальше у нас осень, зима, весна, лето. Ну, тут все понятно, это сезоны, сезон, это длительность сезонов. То есть, вы можете поставить коротко, и осень у вас будет 15 дней. А так она 20 дней. Хочу сказать насчет зимы и лета. У зимы и лета по умолчанию идет 15 дней сезон. Но если вы поставите меньше, сезон будет длиться 10 дней. Ну, и так далее. У, опять же, у весны и осени по умолчанию 20 дней длится сезон. Ну, и тут вы можете подстраивать под себя, там, по-моему, на один раз нажмете на стрелочку, то это на 5 дней. Увеличение или уменьшение длительности сезона. Как-то так. Дальше идет начальный сезон. Осень или весна. На самом-то деле, в основном это весна, это очень редко бывает. Ой, точнее, в основном это осень. С осени начинается мир. Но очень-очень редко бывает, что весна. Особенно, если вы играете за ВСа. У ВСа, то есть, не знаю, у меня было такое на стримах, что, наверное, раз 10 подряд я пытался создать мир за ВСа и сделать челлендж. И у меня 10 раз подряд была стартовая весна, даже когда я ставил на осень. То есть, возможно, просто ВС такой персонаж, который начинает с весны, и у него редко попадается осень, не знаю. Но, опять же, тут зависит от вас, хардкорчик вы или начинающий игрок. Если вы новичок, то, конечно же, поставьте осень. Это вам, опять же, очень сильно поможет. То есть, в любом случае, не будет никакой весны, и все будет хорошо. Вы начнете выживание в благоприятном, как бы, так сказать, окружении. Идем дальше. День стандартный, долгий день, долгий вечер. То есть, тут все понятно. Вы можете увеличить количество, допустим, вечера, чтобы вы успевали там собрать зеленые грибы или что-то подобное. Но это так, как мои заморочки насчет зеленых грибов. А так уже, что вам удобнее. То есть, долгий день, ну, само по собой понятно, это для начинающих. А долгая ночь, это уже для более опытных игроков, так сказать. Так, здесь есть у нас пещеры. Ну, пещеры, ставьте, ставьте. То есть, тут все понятно. Они либо есть, либо их нет. Других настроек нет. Так, ну и дальше идут погодные условия. То есть, дождь, молния, дождь из лягушек и засуха. То есть, если вы поставите дождь на стандарт, то он будет идти в основном весной. Но иногда будет идти и осенью. Но если же вы поставите на мало, то осенью, то есть, вы его не увидите. Вы увидите его только весной. Дальше молния. Ну, то же самое действует только во время дождя. Так что, если вы поставите мало дождя, то молнию вы будете очень, очень редко видеть. На самом деле. Ну, молнию я никогда не настраиваю. Я вот эти настройки никогда не трогаю. Дождь из лягушек тоже действует. Он может идти только весной. Так что, дело такое. Ну, на самом деле, он полезен иногда, зачастую. То есть, когда у вас не хватает мяса, вы хотите нафармить себе очень много-много мяса, повесить на сушилке, потом из-за того всего приготовить много еды или просто так съесть, то это хорошо. Но, знаете, зачастую бывает, что по два или больше раз в весну начинается этот дождь. Так что, если вы хотите один раз и того меньше, и того, чтобы его вообще не было, конечно, вы делаете мало. Я это, опять же, тоже не трогаю, потому что джаб у меня есть иногда польза. Дальше у нас засуха. Ну, засуха тут понятна. Просто у вас начинают дымиться, так сказать, ваши постройки, ваши насаждения. Так что, если вы поставите на мало, то у вас очень маленький шанс того, что что-то загорится. Даже на стандартном уровне сложности, на самом-то деле, один-два раза бывает за лето, что что-то дымится. Так что, тут, можно сказать, не важно даже, поставите вы или не поставите. Но, если вы новичок, опять же, рекомендую ставить на мало. Так, идем дальше. Дальше у нас алтари. Ну, алтари, дело такое, на самом-то деле, три штуки в мире. Это есть по стандарту. Если мало, по-моему, один даже. Не ошибаюсь. Нет, это, само собой, нет. Ну, а больше я, на самом-то деле, никогда не ставил больше и много, потому что, ну, мне это без надобности. Я уже потом делаю мясное чучело, я даже не успеваю потратить алтари. И поэтому мне они, как бы, не нужны. Но, если вы, как бы, новичок, я бы посоветовал вам поставить побольше. Потому что, если вы только-только начали, то это очень неплохой шанс выжить, так сказать. Так, дальше у нас идут скелеты. Ну, скелеты, по сути, тоже не особо важная вещь. Но вы иногда можете возле этих скелетов находить кротокуляры, я находил, допустим. Там очень много кирок, лопат. Мне даже рассказывали на стриме, что находили трость. Так что, если вы хотите себе такой, как бы, начальный буст хороший, то вы можете поставить больше. Но, опять же, для заветных игроков я говорю, что, может, лучше подоставьте стандарт. Дальше. Ну, цветы, само собой, понятно, их много в мире и так, так что здесь лучше ничего не менять. Вот, трава, ветки тоже не меняйте, потому что в ненужных биомах вы будете находить эту траву, ветки, ну и тому подобным насаждениям. При Катиполе, знаете, на самом-то деле, они меня и так бесят в мире, из-за того, что их так много. Так что, лучше оставьте стандарт. Это будет самое нормальное. Опять же, если, как бы, если они вас дико бесят, то ставьте мало. На больше я вообще никому не рекомендую ставить, ни новичкам, ни уже опытным игрокам. Вообще, дальше вот эту кнопочку не нажимайте. Просто стандарт. Ставьте или меньше сделайте. Дальше у нас камыш. Камыш растет не в... Опять же, так же, как трава и ветки, в ненужных местах. То есть, если траву и ветки вы можете выкопать, то камыш может вырасти там, где вам не нужен он. То есть, допустим, возле базы. Вы хотите построить на этом месте что-то, а выкопать уже нельзя. Единственный вариант сжигать, конечно. Ну, это если вы поставите больше. Так что, советую оставить на стандарт. Потому что в мире и так камыша мало, а если сделать так, то его слишком много. Так что, лучше оставляйте на стандарт. Ну, деревьев в мире много. Ставьте на стандарт. Кремния. Не знаю, у некоторых бывает такое, что кремния, в принципе, не находят до пятого дня. Но, на самом-то деле, ничего страшного. То есть, два кремния достаточно в самом начале всегда. Потом можно сделать кирку и пойти добывать камни. Так что, здесь лучше ничего не трогать. С камнями то же самое. Камней и так достаточно. Тем более, в подземелье вы сможете фармить этих камней очень-очень много. Так что, камней можно оставить стандартное количество. Лед. Мини-ледник. В принципе, его вообще можно убрать, на самом-то деле. Потому что, зачастую, я даже эти мини-ледники не трогаю. Я фармлю лед непосредственно с пинчаек, которые появляются в мире зимой. В другое время, даже, ну, как бы, мини-ледники не растут. Они как кушатся. Так что, это можно поставить на нет. Так, дальше у нас ягодный куст. Ну, тут дело понятное. То есть, ягоды тоже не советую. Ни больше, ни меньше. Пусть будет так, как есть. Потому что, в мире и так, ягод очень-очень много. Морковь. Морковь. Не знаю, если у вас очень часто проблемы с голодом, вы можете поставить на больше. Если вы играете за Викфред, можете, в принципе, убрать. Потому что морковь, можно сказать, вам не нужна на старте. А потом вы уже, если что, если захотите делать мясные шарики какие-нибудь, то вы сможете построить фермы, вырастить там себе морковь, все что угодно. Так что, дело такое. А для начинающих стандартов, в принципе, вполне хватит. Больше вряд ли пригодится. Потому что она будет прям везде. Вы ее будете собирать. Она будет у вас гонить в инвентаре. Так что, здесь вам это не нужно. Так, идем дальше. Грибы. Грибы тоже не советую увеличивать. И уменьшать. Пусть будут на стандарте. На самом-то деле, зачастую мешают красные грибы, синие грибы. И лично мое правило, никогда не выкапывать зеленые грибы. И если я нахожу место, возле которого рядом зеленых грибов много, я не буду там строиться. Только из-за того, что я не хочу выкапывать зеленые грибы. Потому что зеленые грибы очень сильно помогают в выживании. Возможно, кстати, я насчет них сделаю подробный гайд. Так, кактус. Кактус меньше и больше делать тоже не стоит. Он вам нужен только летом. Летом его вполне хватает для того, чтобы освежаться, пополнять рассудок, сытость, здоровье. Так что, его увеличивать тоже не стоит. Мандрагора. Мандрагора тоже дело такое. На самом-то деле, флейты пана в мире. Донстарв, царство гигантов. Немножко, немножко, немножко. Дефицит, я бы так сказал. Их нельзя выловить из воды, как это можно сделать в кораблекрушении. Так что, здесь, на ваше усмотрение, можете сделать больше. То есть, чтобы было больше флейт пана. Но, я лично не меня этого тоже параметра. Потому что, я их просто не собираю, эти мандрагоры. Я из них ничего не готовлю. У меня, как одна флейта пана с самого начала возле гломера нахожу, так она у меня и лежит. То есть, по сути, я ее не трогаю. Разве что, как у меня сейчас мир, сколько там, почти 3000 дней. Я там использую флейты пана, которые выловил в кораблекрушении. И их я, как бы, на 10% разламываю при помощи посуха разрушения. И там засаживаются на том месте мандрагора. Так что, если вы сделаете то же самое, то у вас будет очень много мандрагоры. Так что, можете, можете ее даже, в принципе, убрать. Ну, хотя, мало нужно оставить на всякий случай. Вдруг вам пригодится флейта пана против боссов. Если вы еще не умеете сажаться против них, то это будет неплохим, так сказать, отдыхом против босса. И будет довольно неплохо. Кролики увеличивать не советую. Их и так много. Они должны быть в своем биоме. Если увеличить их количество, то они будут спавниться в других биомах. А это не очень хорошо. Кроты тоже стандарт. На самом-то деле, больше делать не надо. Потому что некоторые могут спавниться там, где... Возле вашей базы или где-то в подобных местах. И могут воровать ваши камни. Это будет не очень хорошо. Конечно, их можно убить и выловить из них столько камней, сколько они у вас забрали. Но, тем не менее, лучше оставить стандарт. Бабочки. На самом-то деле, для всех я рекомендую сделать больше, чтобы они чаще спавнились. Просто из-за того, что эти существа умирают очень быстро. То есть, с одного удара даже рукой. При этом, восстанавливая, если не ошибаюсь, 5 хп и 5 сытости. Что очень-очень здорово. То есть, это очень хорошая еда в самом начале. То есть, если вы не можете найти ягод, морковки, то просто увеличите бабочек и просто их вначале убивайте. Опять же, это очень неплохой фарм крампуса. Если вы не хотите прибегать к убийству угломера, то таким образом вы можете фармить крампусов при помощи бабочек. Можете вообще сделать много. Высадить очень... Как это сказать? Слишком близко друг к другу цветочки. И тогда вы сможете фармить этих бабочек, призывать крампусов, убивать крампусов. И пытаться выбить себе этот мешок крампусов. Птицы. Птицы и так, на самом-то деле, допустим, меня раздражают очень сильно. То, что их так много. Но, если вы сделаете меньше, будет очень мало семечек. И, возможно, от семечек, кстати, тоже многое зависит. Ваша сытость. Так что, лучше оставьте это как есть. Я рекомендую и новичкам, и профи оставить на стандарте. Больше делать не нужно. Они просто вам начнут надоедать. Вы не сможете нормально строить из-за того, что в том месте, куда прилетела птица, вы не сможете ничего построить. Ну, или рядом. Так что, это пока оставьте так, как есть. Дальше у нас идут конюки. Я, на самом-то деле, их очень редко вижу в игре. То есть, я не знаю, из них... Их легко... Ой, их тяжело словить. Но при этом из них падает мало ресурсов. Так что, можно даже их, в принципе, убрать. Они, по сути, для меня лично бесполезны. Я их вообще бы лучше убрал из игры. Так. Дальше. Енота-коты. Ну, как сказать. Енота-коты... Вещь полезная. Потому что, если вы не нашли бифало, не смогли состричь с него, допустим, шерсть. Хотя это маловероятно. Вы можете из четырех хвостов енота-кота сделать шапку енота-кота. Она, кстати, восстанавливает рассудок неплохо. И при этом греет, по-моему, лучше, чем шапка из шерсти бифало и паутины. И это хорошо. Но не советую вам делать больше. Потому что енота-коты начнут спавниться не в своем биоме. То есть, они начнут спавниться по всей карте. Ну, там, по чуть-чуть. По одному-двум котам в каждом биоме. Это может плохо кончиться, потому что они могут атаковать мирных существ. Или просто существ, которые агрятся. Из-за чего будет немножко неприятно вам, когда вы захотите что-то пофармить. Придете, а там все гнило, гниль одноваляется. А вы хотели пофармить, допустим, мясо или что-то подобное. Но если вы делаете больше енота-котов, то лучше всего их сразу убивать. Сразу уничтожать их логово, так сказать. То есть, убивая девятирых котов, вы уничтожаете их логово автоматически. А оно само уничтожается. Так что, как-то так. Индюк. Так, что насчет индюка могу сказать. На самом-то деле, их очень легко убивать. Просто положить ягоду на землю. Подождать, пока они начнут к ней идти. И убить его. Но, больше ставить я никому не рекомендую. Потому что, в каждом втором кусте, они начнут спавниться. Это будет не очень хорошо для вас. Потому что, они начнут есть очень быстро ваши ягоды. Так что, лучше вообще поставить на самом-то деле на мало. Это, чтобы они не ели ваши ягоды. Но, на самом-то деле, с ними легко бороться. То есть, вы можете просто вечером, когда темно, когда они забегают в свои кусты, просто начинать собирать ягоды. Таким образом, они выскакивают из куста и забегают назад. И, при этом, не едят никаких ягод. Так что, пользуйтесь таким, так сказать, лайфхаком. Свинки. Оставьте стандартными. Больше их в мире не нужно. Их и так много. А меньше делать не стоит. Потому что, они иногда зачастую спасают вам жизнь, допустим, от пауков. Пауков на себя переагривают. Или, там, допустим, гонщик. Так что, лучше оставьте так, как есть. Больше делать не нужно. Вольт-козы. Насчет спавна вольт-козы я ничего точно сказать не могу. Их спавнится сколько? Семь штук в мире. В пустыне непосредственно. Если сделать больше, я не знаю, будет ли два спавна вольт-козы. Или просто увеличится их количество. Этого я не знаю. Так что, оставьте на стандарт. Лично я этого не меняю. Параметры. Так. Я вообще, на самом-то деле, никакой из параметров не меняю. Я делаю все на стандартный мир. И так далее. Так. Бифало. Ну, бифало тут понятно. Делать больше я не советую. Потому что они потом плодятся. Их потом миллионы. Их потом очень сложно убить. Единственное спасение это при помощи енота-барсука их убивать. Или при помощи цыплопа оленя. Единственные варианты. А так лучше оставить на стандарте. Спаривание. Вот. Опять второй параметр по бифало. Лучше сделать меньше для новичков. А для опытных игроков оставить на стандарте. Как я и сказал. Да даже для опытных игроков, мне кажется, на стандарте стоит оставить. Потому что эти ребята могут сагриться не в нужный момент и убить вас. Что будет немножко неприятно. Так, ладно. Идем дальше. Дальше у нас отпечатки... Ну, то есть, точнее, охота. Если это хаунд переводится, охота, если не ошибаюсь. То есть, таким образом, в мире будет больше мамонтов. Если вы поставите на больше. Ну, точнее, больше будет этих следов. А насчет мамонтов не знаю. Потому что вот этот следующий параметр будет решать. Будет ли больше мамонтов или нет. То есть, для новичков и для опытных оставлю на стандарте. Хотя, если вы делаете что-то со слонами. То есть, допустим, в вольер их заводите или что-то подобное. То ставьте больше. На самом деле, их будет просто легче найти. Идем дальше. Варк. Варк довольно неприятный босс. Потому что, как только вы его замечаете. Вы, в каком-то плане, пугаетесь его. И начинаете убегать. Но, на самом деле, этого делать не стоит. Вам достаточно иметь почти свежую мясную биту. И хотя бы деревянную броню. Вы просто подходите к нему. И просто начинаете бить, танковать. И вы его очень-очень быстро убиваете. У этого босса очень мало хп. Так что, с ним справиться очень-очень просто. У него даже хп меньше, чем у паучи королевы, если не ошибаюсь. Так. И его, на самом-то деле, для новичков все-таки рекомендую сделать мало. А для опытных игроков оставить стандарт. Так, пинчайки. На самом-то деле, даже если вы сделаете мало, ничего не изменится. Их все равно будет спавниться очень-очень много. Так что, тут для новичков и для опытных скажу, что нужно сделать просто мало. Но все равно их будет, опять же, спавниться 7 штук за всю зиму. Просто в один момент, где-то в середине зимы, отойдите подальше от базы и побегайте возле края мира. Где-то далеко-далеко. Наспавните их 7 штук и все. Можете возвращаться на базу и они там не будут спавниться, в принципе. Так делают большинство игроков. Так, панц, то есть реки, ой, озера, озера. Или лужицы, даже не знаю, как назвать. Их больше делать никому не советую. Ни опытным игрокам, ни, как бы, не-не-не, не новичкам, вот, забыл слова. Потому что эти озера убрать никак нельзя. Их нельзя сжечь, их нельзя выкопать, так что они могут мешать вашей постройке базы. Но, если вам интересны эти озера, то, конечно же, можете где-то возле них поселиться там. Ну, не знаю, все равно больше делать я их не советую. Вообще, даже нам мало советовал бы, где вам их сделать. Но это уже дело ваше. Потому что здесь, то есть, вы можете сжечь камыши, которые растут по краешку этой лужицы. И тогда жабы не будут спавниться. Но, если же вы оставите и забудете про эти камыши, то здесь заспавнятся жабы, могут прийти к вам, надоест вам, может даже убить. Если вы там убегаете от босса с лоу хп, и все. Жаба может вам все испортить. Так, пчелы. Пчел обычных я не рекомендую. Не уменьшать, не увеличивать этого, в принципе, достаточно. Единственное, что уменьшить пчел-убиц, возможно. Но, тоже. Лучше, конечно, разрушать ульи пчел-убиц, чтобы сделать себе ульи на базе. То есть, а вот эти ульи лучше не трогать. Пускай они будут, на самом-то деле, для красоты. Просто для красоты. То есть, я их не увеличиваю, не уменьшаю. Единственное, что пчел-убиц можно просто уменьшить для того, чтобы на вас меньше агнились. Если вы, конечно, новичок. Для опытных игроков я скажу даже сделать больше. Потому что, как бы, пчелиных ульев вам на базе нужно много, чтобы фармить мед в большом количестве. А мед нужен очень в большом спектре, так сказать, готовки еды. Допустим, нужно делать медовые рулеты. Очень хорошая еда, которая восстанавливает и здоровье, и сытость в большом количестве. Также нужно делать кофе, если вы соединили мир с кораблекрушением. А также, допустим, медовые бинты тоже довольно-таки неплохо восстанавливают. Вместо, допустим, хилок, которые можно сделать из пауков, из паучьих желез, то тоже будет неплохой альтернативой, так сказать. Так, дальше у нас. Высокие птицы. Делайте стандарт, а то и меньше. И для профессионалов, и для новичков я советую делать мало. Все-таки. Хотя, если вы сделаете мало, вообще может не заспавниться в мире, потому что я сделал на среднем, на стандартном. У меня в мире заспавнилось только две этих высоких птицы. И единственное, на что нужно рассчитывать, это на то, что у них будет спавн, ну, там, такой большой, как-то, логово длинных птиц. Ну, а так, вообще, советую оставить все-таки на стандарте. Нет, на мало все-таки не ставьте, потому что их, в принципе, может не заспавниться. Потому что это очень хороший способ добычи мяса. То есть, против них есть довольно простая стратегия. Просто подходите, ждете, пока она клюнет. Ну, а то отходите. Подходите, отходите, ждете, пока она клюнет. Подходите, дважды бьете. Отходите. То есть, смотрите за анимацией того, как она начинает клевать, и в тот момент начинаете убегать. Так, идем дальше. Пауки. Не убирайте меньше. Хотя, для новичков, наверное, стоит сделать меньше. Для опытных игроков сделать стандарт. Больше не делайте, даже если вам скучно в мире, больше не делайте. Потому что вы не успеваете следить за всеми этими куконами. У меня больше половины всегда лежит на складе, в сундуках. Так что больше делать не стоит. Просто сделайте стандарт. Фарма будет у вас головой. Особенно учитывая то, что начинают спавниться паучьи-королевы, которые после себя оставляют еще один кукон, то стандарта этого вполне хватит. Даже можете сделать меньше. Но если вы сделаете меньше, то на стартовых днях вы вряд ли сможете найти паучьи-логово. Так что делайте стандарт. Гончие. Новичкам я рекомендую сделать мало. Мало это зависит от того, сколько гонщик придет. То есть, по-моему, там каждый приход гончий, там плюс одна, плюс две. То есть, есть шанс того, что придет столько же, сколько и пришло в прошлый раз. Но в любом случае, на сотом дне плюс будут приходить столько же, сколько и, если вы поставите на стандарт. Но, или они реже будут приходить. Ну, короче, что-то такое. Но, на самом деле, новичкам рекомендую сделать мало, а опытным игрокам сделать стандарт. Курганы-гонщик. На самом деле, не советую их убирать, потому что в самом начале лучше, конечно, их ломать. Ломать при помощи местной биты, и, конечно, если вы умеете сражаться с гонщиками. Потому что из них выпадает очень много клыков, а клыки это ловушки. Ловушки на тех же самых гонщиках. То есть, если вы оставили здесь на стандарт, то гонщики-курганы тоже оставьте на стандарт, потому что при разрушении их вы сможете взять себе поляну из ловушек. Так, идем дальше. Мермы. На самом деле, увеличивать не стоит. Вот честно. Потому что они начнут спавниться не в своем биоме. Стандарт это... Они начинают спавниться в болоте. Все. Если сделаете меньше, то их там будет, наверное, домика 4, наверное, на все болото. Так что лучше тоже этим не увлекаться, а просто сделайте на стандарт. Так будет нормально. В принципе, они и так отвлекаются очень часто на эти щупальца. Так что здесь оставьте как есть. Щупальца. Щупальца стандарт. Больше делать не стоит, потому что они начнут спавниться, как я и сказал, не в своем биоме. Это очень плохо, потому что вы можете расслабиться не в своем биоме, отдохнуть, допустим, поесть, начнете ставить костер или там что-то крафтить, и эта щупальца появится, и за 2-3 удара вас убьет. Потому что, если не ошибаюсь, то есть она за каждую... То есть, если она вас ударила, то вы замедляетесь. Ну, по крайней мере, мне так кажется все время, то есть, если честно, то, что персонаж начинает замедляться, если его бьет, щупальца. Но, так что ставьте стандарт, чтобы они не выходили за пределы своего места обитания, то есть болота. Меньше делать тоже не советую, потому что мермов на них хватит. И пауки начнут их атаковать, и из них начнет выпадать оружие. Это щупальца. Жало-щупальца, или как там оно называется, и таким образом у вас будет стартовое оружие. Механизмы. Механизмы увеличивать не стоит, даже для профессионалов. Новичкам я советую вообще сделать мало, хотя тоже не стоит, потому что в самом начале вы не сможете тогда найти механизмы. А механизмы очень легко добываются в подземельях, в глубинах, так что стандарта вам хватит. То есть, потом вы спуститесь в дальнейшем в глубины, нафармите себе много шестеренок, и на поверхности вам шестеренок на первое время хватит. Так, приманка цвета. Приманка цвета спавнится только весной, ни в какой другой сезон, так что оставьте так, как есть. То есть, если не ошибаюсь, они могут, есть шанс маленький, то, что они летом спавнятся. Если вы поставите больше, то они будут спавниться каждый сезон. Так что лучше оставьте на стандарт, чтобы не прозевать этот момент. То есть, если вы поставите на мало, то за всю весну, наверное, один вырастет такой приманка цвет, а если вы поставите на среднем, два-три штучки весной вам обеспечены. Так что лучше оставьте на стандарте, потому что при помощи приманка цветов очень хорошо фармить, или же там как-то убивать гонщих, стаю, которая за вами гонится. Конечно, если у вас есть кофе. Если вы без кофе просто с тростью бегаете мимо этих глаз, то они вас успевают атаковать. Так, идем дальше. Дальше макбивни. Макбивни увеличивать тоже не стоит, они начинают спавниться не в своем биоме. Меньше делать тоже не стоит, потому что их вообще нереально будет найти. А вот стандарт это самое то. При стандарте спавнится либо один домик макбивни в мире, либо четыре рядом стоящие. Так что тут я даже не знаю, допустим, если я сделаю больше, это не повлияет. Если я сделаю больше, опять же, их будет, наверное, на всю карту штук восемь. Но это будет слишком много. Потому что это очень сильный враг, с которым тяжело сражаться, потому что, во-первых, зима. Из-за нее вам холодно, а в битве с макбивни вам нужна броня, потому что он убегает, вас начинают догонять гонщие, это все неприятно. Вы начинаете сражаться с гонщими, он начинает вас настреливать, вы добиваете гонщих, вы начинаете бежать за ним, он отбегает, начинает вас стрелять, и, короче, вы умираете. Зачастую так бывает. Поэтому, если вы охотитесь на макбивни, лучше игнорируйте всех этих гонщих и просто бегите за макбивни. И все. И желательно, конечно, носите с собой броню и на голову, и на тело. Так, дальше, энты. Такие энты, как бы, еловые, или сосновые, можно их назвать. В принципе, в принципе, простые враги, но сделать их меньше для новичков я советую. Потому что, это, конечно, неприятные ребята, если они появятся, то будут за вами следовать, пока вы не умрете, или пока на них не согрится кто-то другой. Так что лучше, лучше сделать их меньше. Новички, профессионалу стандарт, больше делать не стоит. На самом-то деле, потому что вам дерева и так будет хватать живого. Второй вид энтов, это березовый энт. На самом-то деле, так сказать, этот энт самый простой из энтов. Потому что, когда вы отбегаете от него на большое расстояние, он на вас забивает. И когда вы подбегаете назад, он вас игнорирует. И вы можете его спокойно срубить топором. Так что его вы можете делать больше не советую, потому что каждое пятое дерево будет спавниться вот этот вот энт. Так что сделайте лучше на стандарт. Новичкам вообще советую сделать на мало. Потому что, как бы, с этими ребятами, новички тоже немножко иногда путаются, и зачастую от них умирают. Так, дальше. Или сжигают их, ну, короче, тратят ресурсы немножко. Так, дальше. Крампус сделайте стандарт, потому что больше, думаю, не стоит их. Если сделаем больше, то на стартовой стадии игры, когда вы будете убивать невинных существ, они будут прибегать быстрее. Потому что, допустим, у вас очки шалости 45, и вам нужно убить 45 бабочек, чтобы призвать Крампуса. А так, если вы сделаете больше, то вам где-то за 25 бабочек придет Крампус. Но, опять же, не советую, потому что вы можете иногда этого не замечать, когда прибегает этот Крампус, и убив, допустим, четырех енота-котов, и, ну, попытавшись пофармить из них мясо, вы призовете Крампуса. И этого парнишку не так уж просто убить. Он довольно-таки быструю атаку имеет. Так что, лучше, лучше сделайте стандарт. Для новичков не советую делать мало, пускай будет стандартно. Ребят, я в вас верю, вы сможете. Так, дальше остались боссы. По боссам все просто. То есть, муха стандарт, енот-барсук стандарт даже бы меньше сделал, потому что его, его шерсть, его шкура вообще бесполезна. То есть, холодильник, ну, то есть, сумка-холодильник бесполезна. То есть, если туда ложить термальный камень, он не охлаждается. То есть, это вообще бесполезно. Ну, а нательная, как так сказать, телогрейка тоже бесполезна, хотя, возможно, ее можно заменить на на-на-на-на, наверное, ни на что нельзя заменить, Но все равно, бесполезная вещь, лучше ходить с двумя камнями-телогрейками и рюкзаком, и увеличить свой инвентарь, вместо того, чтобы бегать просто в одежде, которая тебя креет, так что и на топорсука можете взять вообще на мало. И, конечно, это, опять же, для новичков, если вам скучно в мире, то вы делаете стандарт, ребят. Если вы делаете больше, то в самый первый сезон он приходит, и у вас не всегда есть оружие, так что делайте лучше стандарт, или меньше, это уже от вас зависит. Так, циклополень, лусь, этих ребят я советую сделать больше. Если вы делаете больше, то каждый сезон, допустим, каждую зиму приходит этот циклополень, если вы сделали больше, это по-любому, он каждую зиму придет. И это очень хорошо, потому что в первую зиму в любом случае нужен циклополень, из-за того, что вам нужен глазонтик весной, и из-за этого, как бы, он вам по-любому нужен. Так что делайте больше. Лусь, лусь тоже нужен больше, потому что из него, это один из самых простых боссов, вот этих четырех, в царстве гигантов. Потому что из него, потому что у него атака по одному персонажу, то есть если вы призовете толпу свиней, то вы его очень быстро и просто убьете. Так что его можно делать больше, а вообще и много, чтобы он вообще каждый сезон приходил. Но это я переборщил, на самом деле, каждый сезон он нам не нужен. То есть осень, весна, лето, он приходит по-любому. Нет, это нам не нужно. А вот больше делать стоит, потому что вам нужны перья. Перья нужны вам к лету, чтобы охлаждаться при помощи веера. Или же какой-нибудь ветродуй сделать, чтобы, допустим, применять мою ферму дерева. Но она, на самом деле, не моего производства. То есть я идею взял просто по скоплению шишек, а как бы более-менее сделал, ну, идея доработал немножко. Ну, опять же, гайд есть в описании или просто на канале, думаю, вы найдете. Так, ну и третье, ну, точнее, четвертое, последний, последний босс. Драконья муха. Меньше делать не советую. Ни в коем случае. Потому что ее драконья чешуя очень полезна из-за того, что у вас будут появляться большие сундуки. Это очень полезно. Ну, то есть, как по мне, это очень хорошая вещь. Драконий сундук, это очень-очень классная вещь. Больше делать тоже не советую, потому что она приходит каждое лето. Так вы можете иногда отдыхать от нее летом. Таким образом вы можете ее дождаться каждое лето. Но есть один вариант. Опять же, если у вас каждое лето есть 14 пороха и 20 пепла, то вы ее легко убиваете. Она съедает 20 пепла, ложится спать, и вы под ней взрываете порох. И таким образом она умирает за почти мгновение. Так что можете сделать и больше, если вы готовы каждому лету готовить себе эти ресурсы. Так, фух. Ну, наконец-таки мы справились, конечно же, с настройками царства гигантов. И я, на самом деле, уже подустал. Я не знаю, сколько времени длится. Так, как мне отменить? Вы не хотите, скажите, извините, я не знаю. Да. Так, это мы пока уберем. Я не знаю, сколько по времени уже длится этот гайд, но он, видимо, уже долгий. Так, ладно, идем в кораблекрушение. Здесь мы пройдемся немножко побыстрее, потому что вот все сезоны. Все это, думаю, понятно. Здесь единственное, что нет дробностей суши и цикличности мира. Здесь есть размер мира. На самом деле, не отличается средний от стандарта, так что можете поставить средний, почти такой же. Гром, дождь мы уже рассматривали. Алтари. То же самое, что и в царстве гигантов. Скелеты то же самое, что и в царстве гигантов. Но скелеты здесь немножко поважнее. Так, вулкан. Да, нет. То есть вы можете его отключить в принципе, но тогда вы потеряете кофе. Ну, то есть кофе это очень-очень хороший ресурс, благодаря которому вы можете без всяких затруднений изучать пещеры и тому подобное. Так что лучше все-таки оставьте. Дальше. Дракунье яйцо. Дракунье яйцо. Возможно, вы его не видели, потому что... Или видели, но я не знаю кому как. Дракунье яйцо это извержение вулкана. То есть, когда вулкан извергается, то если вы бегаете от этих метеоритов по суше, то падают вот такие дракуньи яйца. Из них вылупляются непосредственно драгуны. Вы их можете в принципе сделать меньше, чтобы они как бы не появлялись. Но на самом-то деле вы просто можете этого избегать, плавая в воде, уворачиваясь от этих драгуньих яиц. И все. Так, приливы. Приливы, да, нет. Вы можете просто... Во время полуолуния у вас может просто не работать, допустим, котелок, холодильник, там, алхимическая машина. Ну, это, конечно же, ночью. Ну, а так, на самом-то деле, оставьте как есть. Просто стройте по центру острова где-то вашу базу, и тогда ничего не будет из этого вас трогать. Так, идем дальше. Так, это у нас что? Потопы. Потопы, стандарт, минимум. Ну, то есть, тут все понятно. Для новичков я скажу, взять меньше. Для профессионалов, опять же, стандарт. Но вы можете избежать этих потопов, построить какой-нибудь дерн, который не пропускает воду, и все будет хорошо. Дальше. Волны. Если вы играете за Веллани, сделайте стандарта, то и больше. Если же вы играете за других персонажей, просто стандарт сделайте. Меньше сделать не стоит, на самом-то деле. Потому что волны как и вредят зачастую, так и помогают. Поэтому вы можете, как бы, благодаря им, добраться быстрее до нужного вам места. Так что оставьте стандарт. Дальше. Яд. Это, в принципе, включает любой яд. То есть, яд от комаров, яд от скатов, яд от лужец яда. Так что, если вы поставите нет, вы просто не сможете, то есть, вы не сможете отравиться. Ну, а это уже неинтересно. Так что, просто ставьте да. Ребят, на таких вот моментах я советую ставить да, потому что это один из аспектов выживания. Если вы хотите действительно научиться выживать в Дон Старве, то, конечно же, ставьте непосредственно да. Потому что яд иногда полезно, как бы, доджить, так сказать. Так что, оставьте. Дальше. Ну, тут все остальные ресурсы мы рассматривали. Идем дальше. Деревья. То же самое, что и в Царстве Гигантов Камни. Кремень. То же самое. Косяк. Косяк рыб. На самом-то деле, для меня это бесполезная вещь, потому что я рыбу не ловлю в корабле крушения. Из-за того, что я рыбу добываю при помощи мермов и рыбаков. Мермы и рыбаки сами вытаскивают рыбу на сушу, и я ее собираю. Все. По сути, вы можете сделать меньше, если она вас немножко раздражает. Если вы охотитесь при помощи рыболовной сети, допустим, вы ловляете нужные вам ресурсы, то вы можете, конечно же, уменьшить эту штуку. А так, сделайте стандарт, в принципе. Оно заметное и незаметное. Это косяк рыб, так что дело такое. Ракушки. Делать больше не советую, потому что в стандарте ракушек и так достаточно. Вы их и так можете собирать в большом количестве. Их и так вот. На первом острове, мне кажется, можно собрать стак и плюс еще несколько штук. Так что их оставьте как есть. Так, вьющийся кустарник. В принципе, оставьте как есть, потому что вьющийся кустарник очень редко используется в крафтах. Не, конечно, используется, но в менее таких полезных вещах у нас в это деле. Я его очень редко использую. Так что дело такое. Водоросли. Водоросли оставьте как есть. Вы можете сделать больше, но они вам будут зачастую мешать. Так что сделайте стандарт. Их все равно можно будет вырывать при помощи рыболовной сети и переносить туда, куда вам нужно. Так, идем дальше. Дальше у нас кучка песка. Оставьте как есть, потому что кучки песка можно все равно навсегда убирать с места. Так что оставьте как есть. Возможно, даже больше сделайте. Чтобы был вариант, где строить базу и как. Ну, а так лучше сделайте кучку песка стандартной. И если вы сделаете больше, то эти кучки песка начнут спавниться на биоме джунглей, допустим. Так что сделать просто стандарт. Ящики. Очень полезная штука для начинающих игроков. Так что вы можете, ну, начинающие игроки непосредственно могут сделать больше. Но те заядлые игроки вы можете лучше сделать из стандарта. А вообще даже их мало сделать или убрать. Потому что это очень балансно в самом начале. Просто сделать молот и потом бегать добывать. У вас очень много будет досок, а доски это очень хорошие ресурсы и очень полезные. Так. Дальше идет биолюминесценция. Отставьте как есть, потому что биолюминесценция спавнится в мире. И, в принципе, недостатка ее у вас не будет. Вот так. Так что оставьте как есть. Коралл. Коралл тоже на стандарте. Если сделаете больше, то он будет спавниться просто везде, возле острова и подобное. Так что сделайте как есть. Отставьте. Мозговистый растрог. Я, когда создавал свой мир 2000 дней, я его увеличил. Потому что я думал, что его будет спавниться в каждом коралловом биоме. Но я ошибался. Потому что он спавнится почти везде. То есть может заспавниться почти везде, кроме суши. Но может заспавниться слишком близко к суше. Слишком близко. То есть на расстоянии одной лодки. То есть, так что больше делают новички. А заядлые игроки, конечно же, делают стандарт. А то и того меньше. Но меньше я делать не советую. Потому что мозговистая шляпа очень полезный ресурс. Так что сделайте стандарт. Так, бамбук. Бамбук стандарт. Больше делать не советую. Вам его в таком количестве просто не нафармить. То есть, как это сказать? Да, не нафармить. Разве что если у вас есть прирученные свиньи. Они могут добывать этот бамбук вполне. Так, но все равно сделайте на стандарт. Этого бамбука вам хватит с головой. Так, приливной бассейн. Оставьте как есть. Если сделаете больше, то он еще не спавнится не в своем биоме. И это будет немножко неприятно. Для вас, для построения базы и тому подобное. Так что сделайте стандарт. Итого меньше на самом-то деле. Потому что в биоме, там где они спавнятся, мёрмы-рыбаки, в принципе, идут к одному бассейну. И так будет проще собирать рыбку с него. Но делайте все-таки стандарт. Так, ядовитый гейзер. Его можно поставить на стандарт, а можно и на меньше. Новичкам советую на меньше. Ребят, те, кто шарит, ставьте стандарт. Потому что, как бы, это, опять же, усложнение игры. И если они на стандарте, то вам сложнее. А это хорошо. Когда сложнее, быстрее учитесь. Так что оставляйте так. Новичкам, опять же, мало. Все, никак иначе. Ягодный куст. Тут все понятно. Уже рассказывали. Сладкий картофель. Аналогия морковки. Грибы. Аналогия тем же грибам, что мы рассматривали в Царстве Гигантов. Морские блюдечки. Новичкам советую ставить больше. Потому что морские блюдечки все равно вы можете сломать. Камень. Сам камень. Ну а так, в принципе, возле вашей базы может заспавниться много таких блюдечек. И вы, в принципе, так же, как и ягоды, сможете с них собирать спокойно эти блюдца. Заядлым игрокам советую сделать стандарт. Как-то так. Мидии. Спавнятся в мире почти, можно сказать, бесконечно. Можно пересадить в другое место эту мидию. Так что сделайте стандарт. Много их вообще не надо. Абсолютно. А то и меньше. И новичкам, и заядлым игрокам делайте мало. Это лично мой совет вам. Так, дальше. Бабочка. Бабочка аналогия той же бабочке, что и в Царстве Гигантом. Идем дальше. Попугаи, птицы. Ставьте стандарт. Если сделаете меньше, то вряд ли вы сможете в первый сезон так словить попугая. Потому что попугай реже спавнится, чем обычный тукан. И при этом так его будет вообще мало. Так что ставьте стандарт. Больше ставить не советую. Все-таки птицы будут вас раздражать. Так. Дикие кабаны. То же самое, что и свиньи. Царстве Гиганта. Пчелы мы разбирали. Высокие птицы мы разбирали. Но здесь высокие птицы спавнятся на одном из островов. Так что здесь уменьшать не стоит. И увеличивать тоже. Потому что если увеличите, то они начнут спавниться не на своем острове. Охота на китов. То же самое, что и охота на мамонтов. Но здесь с этим немножко проще. Ну, то есть, больше делать тоже не советую. Хотя, даже если вы сделаете больше, вы все равно в каком-то плане не особо будете обращать внимание на эти пузырьки на воде. Потому что лично я не обращаю. То есть, я их не ловлю, этих китов. Не знаю, они мне не нужны. Единственное, что можно пытаться ловить китов для белого кита, чтобы из него убивать гарпун. Потому что гарпун это очень жесткое оружие. Очень много урона наносит. Дальше. Корабликовая норка. Корабликовая? В первый раз прочитал это название. Корабликовая норка. То есть, здесь аналогия кроликам. Так что, можете оставить как есть. А можете и того увеличить. Потому что их можно выкапывать. Их норки. И таким образом зачищать место для базы. Так что, можете сделать спокойно. Но, не советую. Их и так много. Так, дальше. Водный бифало. Оставляйте на стандарте. Больше не советую делать. Потому что они начнут не только в манговых топах. Хотя, мне кажется, они только в манговых топах спавнятся. Но потом, по-моему, они будут на мелководье спавнятся. Но это не точно. Насчет этого параметра я не уверен. Так что, делать лучше всего стандарт. Морская собака. По сути, на нее охотиться сложно. Единственное, что спирган использовать. Ну, то есть, как ее... Катапульту для копья. Так, не катапульту. Пушка копье. Вот, при помощи его можно фармить на стартовых уровнях рыбу-собаку. Чтобы потом призвались лошади. Механические. Но, сделайте стандарт. В принципе, много их не нужно. Потому что, иногда, когда за вами будут охотиться крокодилы, они будут переагреваться на этих морских собак, и будет не очень приятно. Дуй-дуй. По-любому, да. И, если вы сделаете нет, вы, не знаю, вы либо жесткий хардкорщик, либо... Либо... Попавнятся механические лошади. И вам будет немножко неприятно проплывать в такие места. Так что, сделайте стандарта, и того меньше. Вобстеры. На самом деле, ни разу не ловил. Вот честно. Так что, здесь, как бы, лучше оставить стандарт. Меньше делать не стоит, потому что, мне кажется, их и так мало. А больше делать тоже не надо. Потому что... Ну, не знаю. Можете сделать больше, но, по сути, ничего не влияет. Просто вы на том месте не сможете строить ничего. То есть, если вы сделаете больше, так лучше сделаете меньше. Так, чайки. Чайки, это зимой приходят, они едят всю еду. Так что, делайте стандарт, если новичкам рекомендуют делать мало. Бутылконосные дельфины. После патча нового, бутылконосные дельфины стали менее... Так сказать... Менее в больших скоплениях спавниться, и начинают спавниться в своих домах. Так что, оставляйте стандарт. Где-то возле острова, может, и найдете. Себе болфинчика. Так, идем дальше. Обезьяны, приматы. Новичкам советую сделать мало, потому что они воруют ваши ресурсы. Заядным игрокам сделать стандарт. И все равно их можно сломать при помощи молотка их дома. И потом убить, рано или поздно. Дальше идут пауки. Их рассматривали крокдог. Ну, то есть, крокодила, собаки. Это то же самое, что и гонщи. В обычном царстве гигантов. Так что, здесь то же самое. Мермы. Мермы. Вот здесь я не знаю. Я бы посоветовал сделать опытным игрокам больше, потому что появится больше мермов и рыбаков. И новичкам даже посоветовал бы больше. Но новичкам все-таки стандарт. Зачем, мало. Потому что... Хотя нет, стандарт. Да, стандарт. Потому что обычные мермы все равно вас будут атаковать. И обычных мермов все равно будет больше. Так что, сделаем так. Здесь понятно. Пальмовый энд. Один из опаснейших эндов. В Дон Старф. Вот этот пальмовый энд. Так что, оставьте, наверное, как есть. И того меньше. Так что, ну, все равно советую сделать стандарт. Крампусы тоже самое. И теперь перейдем, наверное, к боссам последним перейдем. Скат-то скунсы. На самом деле, не такие опасные создания. И их можно сделать и больше, и меньше. То есть, от этого ничего не повлияет. Они все равно вас не догоняют. Аналогия летучим мышам в Дон Старфе обычном. То есть, просто летают, и вы можете от них легко уплыть. Но, новичкам советую все-таки на мало. Потому что они иногда могут навредить, когда вы занимаетесь чем-то там. Добычей кораллов и тому подобное. Дальше. Рыба-меч. Новичкам советую сделать больше. Потому что из этих рыб-меч делается хорошее оружие. Самое топовое в Дон Старфе ручное оружие, которое дамажит 60 урона. А по сил неду, по вот этому боссу, и того там больше. Ну, больше, чем оно вообще дамажит. Так что, новичкам делайте больше. Заядлым игрокам делайте стандарт. Так, дальше комары. Ну, комары тут все понятно. Ядовитые ублюдки, которые зачастую мешают осенью. Новичкам рекомендую делать мало. Ребята, те, кто шарит, стандарт. Флюрпы. Флюрпы очень полезные ресурсы, ребят. Вы, возможно, недооцениваете их. Но я скажу, что это один из полезнейших ресурсов. Потому что глазострел, который из них выпадает, благодаря ему можно выстрелить в птицу. И ее можно будет подобрать. Она, то есть, глазострел работает как сетка для птицы. То есть, таким образом вы, как бы, оглушаете птицу и просто ее поднимаете. И тогда можете посадить в клетку. Таким образом можно сделать очень быстро шляпусник, не делая сетку. Так что это очень полезный ресурс. Больше делать не советую никому. Абсолютно. Потому что эти ребята в большом количестве вас заклюют. Лучше делайте стандарт. Новичкам, конечно, советую меньше сделать. Но все-таки делайте стандарт. Фух, и подошло время к последним, к боссам. К ряки. Самый простой босс вообще во всей игре, как по мне. Ну, в плане того, как... Не как с ним сражаться, а того, в плане... Насколько меньше ресурсов на него нужно тратить. На самом-то деле, советую сделать больше. При стандартном он спавнится раз в 20 дней. На самом-то деле, первый раз его можно будет найти только после 20 дня. Но если вы сделаете больше, если не ошибаюсь, после 15-го. Ну и так дальше. Так вы найдете его после 25-го дня. Так что делайте лучше стандарта, и того больше. Чтобы чаще он спавнился. Тигровая акула. Как же она часто ломала мне базу в кораблекрушении? Здесь вы делаете стандарт. Больше советую... Не советую я делать. Потому что она просто начнет спавниться в любой сезон. И в любой сезон начнет ломать вам базу, что не очень приятно. А так, сделайте стандарт. Новичкам. Тоже советую сделать стандарт, потому что это не такой сложный босс. Тюль надо. Даже на стандарте он иногда не приходит в первый же сезон зимы. Так что с этим будьте аккуратны. Вы можете сделать больше, и он будет приходить каждый зимний сезон. Но, на самом-то деле, из него не такие топовые ресурсы выпадают, чтобы делать больше настройку. Лучше делайте на стандарт. В принципе, один раз выбив железный ветер, то вы сможете все время его чинить при помощи шестеренок, и трудностей у вас не будет. На самом-то деле, один из самых сложных боссов в этом дополнении, но его на самом-то деле легко победить, если вы имеете абордажную саблю. Как я и сказал, по нему она наносит больше урона. Что-то там до 200, если не ошибаюсь. Конечно, могу ошибаться. Ребят, в Википедию загляну, может быть, потом. Напишу что-нибудь в комментариях. Так, ну и на этом все. Фух, наконец-таки я справился. В принципе, по всем настройкам прошлись. Рассказал, какие полезны для новичков, какие полезны для игроков со стажем. Ну и насчет тех, кому скучно, вроде тоже разъяснен в некоторый момент. Возможно, что-то подсказал в своих рассуждениях. Так что, ребята, пользуйтесь, настраивайте свой мир под себя, никого не слушайте. То есть, если вам сложно, настраивайте так, чтобы было легче. Если вам тяжело, ой, если вам легко, то настраивайте так, чтобы было сложно. То есть, так что, ребят, все зависит от вас, от того, какую настройку вы выберете. И на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, я вам помог. Если помог, ставьте лайк. Если сказал все вещи такие же, которые вы знали, все вы это знали, то можете поставить и дизлайк. То есть, это, понятно, конструктивная критика. Напишите свои комментарии, ну, опять же, в комментариях, что вы думаете об этом гайде, что вы думаете о подобном формате гайдов, а также, что вы думаете о некоторых настройках. Вы можете что-то мне подсказать. Я могу это все, то есть, принять на вооружение, так сказать. И в дальнейшем буду этим пользоваться. А на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Всем пока.